В администрации Ленинского городского округа состоялось первое в 2023 году заседание Совета депутатов. В повестке 57-й встречи народных избранников стояло несколько вопросов, затрагивающих текущее состояние дел в муниципалитете и касающихся дальнейшего развития территорий. Основным вопросом, который рассматривали депутаты, стал отчет о результатах оперативно-служебной деятельности УМВД по Ленинскому городскому округу за 2022 год. В этот период зарегистрировано более 70 тысяч сообщений о преступлениях, административных нарушениях и происшествиях. Принятую меру удалось достигнуть снижение по таким направлениям, как кражи на 87%, кражи транспортных средств на 59,5%, грабежи. Начальник УМВД России по Ленинскому городскому округу подробно остановился на процентном соотношении по всем направлениям проделанной работы. Всего за 2022 год было раскрыто 776 преступлений, в том числе и благодаря использованию видеосистем, работающих на территории муниципалитета. В рамках госпрограммы «Беззаказный регион» в Ленинском округе функционирует 5178 камер видеонаблюдения, использование возборности которых позволило сотрудникам управления оперативно реагировать на совершение имущественных преступлений и принять весь необходимый комплекс мероприятий, направленных на установление лиц, подлежащих привлечению к уголовной ответственности. Депутаты озвучили Сергею Астахову наиболее актуальные вопросы по своим территориям. Проблем везде немало. Это незаконный оборот наркотиков, стихийные парковки, грузового автотранспорта, нелегальная миграция. В ближайшую неделю в адрес Совета, в аппарат, направьте мне, пожалуйста, все вас интересующие болезненные точки, прямо адресно от каждого депутата. Я это все обобщу и готов встретиться с Сергеевичем, чтобы проработать, и каждый получит потом нормальный, внятный ответ. В зоне особого внимания депутатского корпуса развитие инфраструктуры крупных жилых микрорайонов Ленинского городского округа, в том числе и новых открытий опорных пунктов полиции. Уже запланировано появление такого в поселке Дрожино. Нам нужно прицеливаться, следом за этим, в район Молоковского поселения, потому что пригород Лесного, Молоково, это тоже с количеством людей уже сейчас, я не знаю, там, 1080-90, и сами видите, сколько там выстраивается. Единогласным решением депутатов отчет за прошлый год был принят, и с учетом пожеланий народных избранников уже намечены дальнейшие планы на 2023.